Больше двух тысяч комментариев у ролика, где мы рассказали, почему сейчас не стоит собирать компьютер на базе серверных Xeon. Не удивлен, большая часть из них идет в поддержку этих процессоров, дескать, за свои деньги они топ, у многих с ними ПК уже по пять лет работают и никаких проблем нет. Спасибо, что высказали свою позицию, но раз такое дело, держа в голове минусы из прошлого ролика, не будем больше пилосить и сравним сборки на свежем Ryzen и топовом Xeon. Поехали! И еще раз, основная идея, не стоит собирать ПК с нуля на базе китайских материнских плат и Xeon под сокет 2011 и 2011.3 версии. Если у вас уже есть такой компьютер и он выполняет свои задачи, отлично. Если вы хотите проапгрейдить старый ПК и купить Xeon для сокетов 1100 серии вместо дохлого двухъядерного i3, хороший план, об этом мы уже говорили. Собирать сейчас новый ПК на любых сокетах с нуля... Ребят, я уже привел все доводы и пока вас не убедили огромные комментарии от владельцев Xeon процессора за 2000 рублей, который рвет любой свежий i5, 1200 ядер, миллион потоков. Даже если ваш друг такой собрал или Витя Бригман посоветовал, нет. Больше всего комментариев было про то, что Xeon просто лучший по цене производительности и за схожую сумму собрать ПК на современных платформах от Intel и AMD не получится. Калькулятор брать не надо, все будет где-то на экране. Наша цель получить компьютер, способный без проблем тянуть современные игры в Full HD как минимум на средне-высоких настройках графики, в рабочих задачах, чтобы тоже радовал, и стоил при этом недорого. Сборка идет с нуля, используются или новые компоненты из крупных магазинов, или купленные на Алиэкспресс. Никаких БУ-площадок, так как цены там ощутимо разнятся от региона к региону, а что-нибудь из БУ вам и так пришлют с Али. Вот теперь давайте считать. Плясать будем от печки, а именно от общих комплектующих в обеих сборках. Нам нужен SSD, систему на жесткий диск в 2022 году ставят только те, у кого много свободного времени. А так как мы тут с вами пытаемся сэкономить, обойдемся SATA решением с объемом около 500 гигабайт. Этого и под систему хватит и на 2-3 самых тяжелых игрушки. Разумеется, никаких брендов. В России цены на накопители гораздо выше, чем на Али, где даже сейчас с завышенным маличным курсом доллара SSD на 480 гигабайт стоит в районе 2000 рублей. Да, они могут быть с браком и с коробки. Я думаю, вам приходило что-нибудь неисправное с Али. Но чего не сделаешь ради экономии. Как проверить железо, в том числе накопитель, мы рассказали в ролике «Как проверить ПК на стабильность». Не забываем про возможность открыть спор. Едем дальше. Раз майнинг на видеокарты прошел, прекращаем играть на интегрированные графики и обзаводимся дискретной видеокартой. Какой? Опять же соблюдаем баланс. Да, AMD RX 6500 XT хороша и способна тянуть современные игры в Full HD. Но вот только с Xeon и шина из PCI-Express 3.0 ее брать смысла нет. Производительность при этом сильно теряется. Но есть интересная NVIDIA RTX 3050. Эта карта быстрее, к тому же целых 8 гигабайт памяти. Более того, есть поддержка DLSS, а значит можно с 4-ти получить неплохой буст производительности при не сильной потере качества. Ну и самое главное. 8 линий PCI-Express не помешают ей раскрыться даже в случае с Xeon. Что касается более дорогих карт, то я не вижу смысла их рассматривать. Опять же из-за того, что мы пытаемся сэкономить. Что касается цен, то в крупных отечественных магазинах все ожидаемо грустно. За самые простые RTX 3050 просят в районе 32-35 тысяч. Что дороже даже рекомендованного прайса на RTX 3060. Что же на Алиэкспресс? Там карточку от китайских брендов вам продадут за 25 тысяч. Да, она будет горячей и без гарантии, но это все в угоду экономии. Все-таки RTX 3050 карточка простая и шанс, что она быстро сломается, низкий. Дальше на очереди блок питания. Вот на нем я призываю не экономить. Ибо если он сгорит, велик шанс, что за собой в кремниевый ад он утянет еще пару-тройку дорогих комплектующих. С учетом того, что и Xeon, и современный Ryzen парни достаточно горячие, да и к RTX 3050 сама Nvidia рекомендует BP на 550 ватт. На этом и остановимся. Брать блок питания с Али идея максимально плохая, ибо тут китайцы изгаляются как могут, продавая за пару-тройку тысяч решения на фейковые тысячи ватт. Тут даже самые рискованные должны сделать тактическое отступление и купить хороший брендовый в России. Ссылку на таблицу с градацией блоков питания я оставлю в описании. Нам нужны модели среднего уровня, которые при мощности в 550 ватт обойдутся приблизительно в 4000 рублей. Да, дорого, но такова цена надежности. Какие еще комплектующие у обеих сборок? Ну, кулер и корпус. С охлаждением процессора все просто. Берем классического снеговика. За популярную модель с шести теплотрубками и парой вертушек нужно отдать всего полторы тысячи. И при этом она без проблем справится с любыми Xeon даже после анлока турбобуста. А раз мы экономим, то собирать ПК мы будем в коробке из-под материнской платы. Шучу. В нашем случае нет смысла брать коробку из закаленной пуленепробиваемой RGB стали. Достаточно взять любую жестянку, главное, чтобы в нее влез кулер и видеокарта. Если будет место подкрепления пары вертушек, вообще отлично. Увы, корпуса в России сейчас подорожали, так что даже за самые простые жестянки пару тысяч отдать придется. Итого 34,5 тысячи за общие комплектующие у обеих сборок. Теперь остается самое интересное и различающееся. Это процессор, материнская плата и память. Начнем с супер дорогой мажорской сборки на Ryzen. В отличие от процессоров Intel, решения от AMD дешевеют быстрее, да и изначально они стоят не особо дорого. Шестиядерный, 12-поточный Ryzen 5 5500 можно взять на Али по текущему курсу за 8,5 тысяч рублей. И за свежак на Zen 3 это отличная цена. От популярного Ryzen 5 5600X его отличает слегка меньшая частота, урезанный вдвое кэш третьего уровня и отсутствие поддержки PCI-Express 4. В общем и целом не критично в случае с RTX 3050. Что касается платы, то смысла переплачивать за решения на B550 нет. Более дешевые варианты на B450 также отлично поддерживают свежий Ryzen. Да и зачем платить за PCI-Express 4, когда его нет в процессоре. Ну и будем честны, сборка бюджетная и никаких 200-ваттных 16-ядерных Ryzen 9 она никогда в жизни не увидит. Поэтому на VRM смотрим в полглаза. Радиаторы нужны, но вот от 1500 фаз откажемся. Найти подходящее решение с четырьмя слотами под ОЗУ на Али можно будет тысячи за четыре. И остается оперативная память. Разумеется берем два модуля по 8 гигабайт в сумме 16. Оптимальный уровень, который оставляет маневр для апгрейда до 32 гигабайт в будущем. Что касается частот, то брать стоковые модули на 2400 МГц не стоит. Ryzen от этого серьезно теряют в производительности. Но и переплачивать за быстрые модели с частотой в 4 гигагерца тоже нет никакого смысла. Баланс лежит около 3200 МГц. Такие модули массово продаются на Али и за комплект на 16 гигов придется отдать около 3500 рублей. Разумеется, если сможете разогнать до 3600, получите еще несколько процентов бесплатной производительности. В итоге, вся добротная сборка на Ryzen выйдет вам приблизительно в 50 с половиной тысяч рублей. Невероятно неподъемная сумма, скажут защитники хуанановых ПК. Что ж, самое время посчитать стоимость на Xeon. Брать будем комплектом, потому что если что-то по отдельности придет нерабочее, то открытие спора затянется время, да и комплектом нередко немножко дешевле. Какой Xeon выбрать? Из интересных моделей есть E5-2666V3. Это OEM-процессор, который по слухам создавался в сумрачных лабораториях Intel специально для серверов Amazon, и вот теперь никому не нужен, и его продают задешево. Его жирный плюс – относительно высокая частота на одно ядро – 3500 МГц. Разумеется, с анлоком Turbo Boost она будет на всех 10 ядрах. Также смотрим, чтоб в комплекте была хорошая плата. Так как на качестве VRM китайцы обожают экономить, а Xeon с анлоком свои 135 Вт попросит. Ищем материнки с вертушкой, обдув тут точно не будет лишним. Ну и по ОЗУ все стандартно, пару модулей на 8 ГБ, про разгон тут можно забыть. В среднем за такой комплект придется отдать 11 тысяч рублей. А вот сейчас моя любимая часть. Сколько в сумме обойдется ПК на Xeon? Барабанная дробь, ну вы наверное уже посчитали, 45 с половиной тысяч рублей. То есть разница с ПК на Ryzen около пяти тысяч или десяти процентов, что я и озвучил в прошлом ролике. Никакой переплаты за AMD в 3-4 раза, как писали некоторые комментаторы к предыдущему ролику, нет и близко. А теперь давайте поговорим о плюшках, которые вы получите за такую доплату. Во-первых, это никаких танцев с бубном. Все собрали, обновили биос, применили XMP профиль на разгон памяти и вуаля, компьютер готов и работает. Он будет официально поддерживать Windows 11 и так как все критические комплектующие брендовые, то и проблем скорее всего с ним не будет. В случае же с Xeon, так как мы рассказывали в прошлом выпуске, вас ожидает ворох проблем. Танцы с анлоком турбобуста и прочие прелести китайчатинки, которые точно заставят вас задуматься, а стоило ли экономить пять тысяч. Во-вторых, апгрейд. Сборка на Xeon, эволюционный тупик. Переход с 10 на 12 медленных ядер ничего вам не даст. Никакие новые процессоры под 20.11.3 версии выходить очевидно не будут, а когда через пару лет проблемы с вашим ПК станут максимально явными, путь у него один. На Авито. В длинный список продавцов, которые продают аналоги i7, за недорого. Продать 10-летний хлам будет критически сложно. В случае с Ryzen проблем никаких нет. Восьмиядерный Ryzen 7 5700X плата среднего уровня на B450 вытянет, особенно если учесть, что разгоном никто баловаться не будет. Приятно и то, что Ryzen дешевеет быстро, так что через пару лет стоить он будет ощутимо дешевле. Поставить еще два модуля ОЗУ, довести объем до 32, опять же вопрос 3-4 тысяч рублей. Да и видеокарту уровня RTX 4060 такой ПК вполне осилит, так что ближайшие лет 5 можно забыть о новой сборке с нуля. Ну и в-третьих, это более высокая производительность, здесь и сейчас. Да, как мы уже объяснили, в пользовательских задачах до сих пор большого количества ядер не нужно. И быстрые шестиядерные CPU на свежей архитектуре не оставят ни шанса старому 10-ти или даже 12-ти ядерному Xeon. Да что там пользовательские задачи, в комментариях много писали, что много медленных ядер отлично подходят для вычислительной работы. Окей, возьмем Cinebench R23, тест рендера на процессоре, который великолепно параллелится хоть на сотню ядер. И вот незадача, шестиядерный Ryzen на свежей Zen 3 оказывается пусть не сильно, но все же быстрее топового 12-ти ядерного Xeon. Техно-планета, респект за тесты. Так что даже в рабочих задачах свежая архитектура уже перебарывает количество ядер. Но вот если взять игры, для начала просим всех владельцев Xeon отойти от мониторов. Дело в том, что игры до сих пор опираются на высокую однопоточную производительность и в массе своей просто не способны загрузить работой десяток медленных ядер. Как итог, свежие архитектуры, такие как Elder Lake или Zen 3, плюс частота выше 4 ГГц – залог успеха. Тут даже по среднему FPS свежие шестиядерники от Intel и AMD не оставляют ни шанса старым Xeon, оказываясь нередко на 20-30% быстрее. А с учетом того, что на Xeon уже есть просадки до 30 кадров, вы действительно хотите сэкономить 10%, чтобы получить такой ворох недостатков. Для лучшего понимания всей печальности ситуации, лучшие Xeon даже с Unlock'ом Turbo Boost'а не способны догнать решения на архитектуре Skylake и Zen+, которым уже 4-5 лет. Ребят, процессорная гонка между Intel и AMD привела к тому, что за последние пару лет мы уже увидели 4 новых процессорных архитектуры и увеличение числа ядер вдвое. При этом цены на CPU, разумеется, выросли не так значительно, и как итог, за сравнимые Xeon деньги теперь уже берутся шестиядерные Ryzen на свежей архитектуре, и они уже показывают всю мощь современного кремния, не оставляя ни шанса старичкам с Али. А если вспомнить про возможность апгрейда и отсутствие проблем на Xeon в 2022 году, точно пора ставить крест. Аминь. Весь список комплектующих на Ryzen и ссылочки будут у нас опубликованы в Телеграме, ссылочка будет в описании, подписывайтесь, там мы публикуем самые интересные IT-новости дня. Также там же в описании будет ссылочка на нашу группу ВКонтакте, кому удобно, переходите туда, читайте ежедневные IT-новости там. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, надеюсь, на этом вопрос Xeon закрыт. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok